Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Цоколова Ольга, я работаю экспертом по денежным знакам. И вторая тема, на которой я хочу остановиться, это что делать, если деньги оказались. ...рассчитался одной фальшивой пятитысячной и получил на сдачу сразу большое количество подлинных денег. ...рассказывать не имеет никакого смысла, главное четко знать, какие существуют способы проверки денег и денег. Почему-то мы столкнулись с такой ситуацией, что население боится эти банкноты. ...двести и две тысячи. Конечно, они... ...вы теряете деньги на подлинность. ...вообще любому человеку, который не имеет каких-то специальных приборов... ...давайте деньги на подлинность. ...что вы должны увидеть на деньгах. Естественно, нужно заранее, сидя дома, разобраться. ...а... ... Qatar к some. ...а... Кроме того, на просвет проверяются еще... Второй этап проверки – это уже проверка элементов на ощупь. ...яркой краской, именно для людей, которые лучше распознают темные цветы, может воспринимать на ощупь. Опять же, оговорюсь, это сделано именно для людей с ослабленным зрением. ...особенно обратить внимание, и на мой взгляд, это наиболее интересные элементы, и их... ...двигать банкнотой, у нас это кольцо также начинает само по себе двигаться. ...я думаю, что поделать его будет достаточно трудно, и поэтому как элемент для... ...за рассматривания банкноты под углом, перед нашими глазами появляется номинал 2000. ...проверки подлинности банкнот. Ну и еще один элемент, который, я думаю, что он... ...в последних пятитысячных банкнотах, это элемент, который у нас находится на защитной... ...точно такой же эффект был и на пятитысячной банкноте. То же самое, цифры плясали. ...и элементы светофор, в принципе, их достаточно для того, чтобы... ...это вообще практически невоспроизводимый элемент. Может быть, когда-нибудь, когда техника уйдет вперед, может быть, смогут... ...в магазин, мы видим, что очень часто люди, которые приходят в магазин, имеют в руках... ...на этой банкноте есть замечательное стилизованное изображение карты Дальнего Востока. Так вот, на... ...дальнего Востока. Чтобы сразу обратить ваше внимание... ...с доработанными защитными элементами, так вот, изображение, которое можно рассмотреть в лопу... ...на таком небольшом участке здесь больше десятка тигров и больше десятка медведей. Причем... Начинаем двигать этой защитной нитью цифры, у нас начинают плясать. Как это я рассказывала на 2000-м... ...буквально 10 минут времени, конечно, предварительно найдя вот такую вот портативную лупу, уверяю... ...не трудно научиться распознавать, является полученная вами банкнота подлинной. ...возьмут ее на экспертизу. Это не значит, что она пропадет, ее возьмут на экспертизу. Наверное, такой особенный момент, вы знаете, что незнание законов не освобождает от ответственности. ...кодекса, который гласит, что изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных знаков наказывается по закону. Следующая тема, на которой бы я хотела остановиться, и, в общем-то, этими вещами я... ...тоже с нашими деньгами бывает. Конечно, не секрет, мы достаем деньги из кармана, и они у нас случайно... ...в печке, забывают об этом благополучно и поджигают. Конечно, деньги... ...в пасах, если с деньгами что-то произошло. Все поврежденные деньги можно разделить на три части. ...в пасах, если с деньгами что-то произошло. ...в пасах, если с деньгами что-то произошло, это может быть... ...пример, надпись просто-напросто становится на деньгах настолько явно, то в этом случае, конечно, с деньгами... ...кассир рассуждает, что приняв эти деньги от вас в оплату, он и может... ...значительные повреждения, но тем не менее, которые совершенно спокойно можно увидеть, что да, вот они первоначально... ...например, деньги у нас разорвались на три части. ... Она практически не поменяла, ничего с ней не случилось. Она стала чуть-чуть побелее. На самом деле... ... ... Кассир нас обучен, и каждый кассир обязательно проверит признаки подлинности, в том числе и свечение в ультрафиолете. Эти деньги можно совершенно спокойно положить при расчете в том же самом банке за... Фрагменты потеряны, то кассовая работник кредитной организации вам предложит эти деньги... ...подходят, и я вам сразу меняю. Но чаще всего, скорее всего, вы услышите фразу «извините, но эти деньги...» ...банкноты, но эти банкноты, как я уже говорила, они побывали в зубах у собаки. И в этом... ...поставляем еще немного. Вот таким образом выглядит фрагмент, который можно будет в коммерческом банке... ...номер, который находится в левой части на банкноте, номер, который находится в правой части на банкноте... ...на наших банкнотах поврежденных. Вот таким образом осуществляется... ...оторвались вот эти вот кусочки, которые содержатся... ...данная банкнота будет меняться на неповрежденное. Но еще раз повторюсь, в банке... ...и попав ко мне эти деньги, я просто собираю эти пазлы, восстанавливаю первоначальное изображение... ...определенное время уходит на это. Мы проводим экспертизы, и деньги безналичным образом возвращаются в коммерческий банк. Конечно, при подсчете площади у нас получается меньше, даже чем в данной ситуации 50%, все еще... ...разорвали банкноту на две части... ...не отказано, ничего страшного, вы приносите их опять в банк, и вам опять... ...тайно разорвали две банкноты одновременно, и пополовинку... ...номерами, половинки от банкнот с разными номерами, с разными графическими изображениями. ...составлены из фрагментов разных банкнот, разных по графическому оформлению. ...необычные... ...так что вот такой вариант тоже возможен. И еще я... больше чем 55 процентов несмотря на то что вот эти обгоревшие края оказывается например вот в таком виде или вот и не нужно нужно в любой ситуации пытаться вернуть себе деньги к или ватой или чем-то таким и несете в банк коммерческий почему их нужно было у меня на экспертизу да не забудьте обязательно в случае вот таких повреждений остаточной площади так вот эти деньги вы приносите на экспертизу не пытайтесь их справка пожаре вы человек который получил эту справку о пожаре и и они уже попадают ко мне а мы приложив все свои знания и умения используя после этого вам придет приглашение прийти и получить уже будут обменены на неповрежденные аналогичная абсолютно ситуация может возникнуть если там я когда вот такие деньги приносить на экспертизу я просто взвешиваю я предполагаю постарайтесь чтобы деньги ножницы одновременно не попадали мы конечно вы деньги получите обратно когда последний раз я собирала такие деньги ну все это было несколькими кучками как поступать если поврежденными оказались монеты мне приносили монеты после пожара и даже невозможно прочитать что же на них написано так вот в этом случае деньги также и если они разобрались на части то потом их уже собрать невозможно вот это вот самое неприятное изображение самое главное что нужно помнить чтобы монета может быть обменена если она сохраняется из-за механического воздействия я понимаю может быть плохо видно но в данном случае распознать что это за мани огромное количество ходит еще среди размена поэтому пожалуйста посмотрим представлены всевозможные банкноты конечно же это бумажки в уменьшенном размере а вот монеты не обижайтесь если вам сказали что вы кассируем рассчитались с пластмассовыми деньгами расскажут замените ну отдельные монеты номиналом 5 рублей долгое время в общем то часто встречались а сейчас уделите 10 минут времени дома чтобы разглядеть деньги которые пытаться вернуть себе неповрежденными потому что все это реально все это можно сделать основные все эти процедуры бесплатные поэтому есть возможность не отчаиваться до иностранной валюты хочу вам рассказать каким образом нужно всегда мыслить то естественно его вернуть в первоначальную стоимость не в она указывается в процентах и чаще всего там перечислены такие достаточно незначительные эти эта валюта является обязательным средством расчета то есть вам могут предложить эти деньги отправить на инкасса инкасса это воспринимать в любой ли кассе можно обменять правительную экспертизу чаще всего мне привозят именно сбербанк на экспертизу но на самом деле вообще-то Если операционная касса находится на селе, могут ли там на экспертизу ко мне. То есть в каждой операционной кассе, в дополнительной непонятные деньги, это деньги, которые, например, подписью тест разным цветом. Так вот, то, что я сейчас не могу, чтобы такие деньги к вам не попадали, и вы потом не расстраивались, что вы лишились просто-напросто своих денег. Но они имеют вот эту вот процедуру гашения, словом образец, нанесенный типографским способом. Потому что ими рассчитываться в магазине ни в коем случае нельзя. Это не фальшивые. Уверяю вас, на наших деньгах достаточно элементов, которые даже не горят в огне. Например, в сборах можно разглядеть их номинал. Это ведь они всего-лишь навсего закопченные места, и поэтому разглядеть их номинал... ...на скажут, извините, сдайте на экспертизу. И все это, в общем-то, объяснимо, потому что можно просто... ...национированного вскрытия этих кейсов, то есть когда воришки захотят открыть эти кейсы и взять деньги. В этом случае мы эти деньги коммерческим банком меняем. То есть это... Чему я еще раз... Сдавайте на экспертизу. Уверяю вас, у нас есть огромное количество возможностей. Какие-то природные катаклизмы, допустим, наводнение затопило... Администрация берется справку о том, что действительно произошло, произошло чрезвычайное событие вот такого рода. Они принесли нам экспертизу, и мы им почти все восстановили. Спасибо.